Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на нашу новую студию! Сейчас я буду заниматься ее ремонтом, я думаю, 2-3 месяца. Друзья, всем привет! Жука Витальевна на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Потихонечку я перебираюсь в студию, пока еще не на постоянной основе, потому что здесь еще куча чего надо доделывать. Я вот думаю, газон туда еще вниз искусственный бахнуть. Наверное, шторы, может, поменяю. Ну, пусть пока эти, я отпал их, посмотрю, как будет. Ну, в общем, потихонечку улучшаю формат. Это, по крайней мере, мне это нравится, меня это прет. Я думаю, каналу это тоже полезно. Вам тоже как-то поприятнее смотреть в таком более профессиональном формате, нежели чувак просто сидит там где-то на диване и затирает по графику. Еще здесь какую-нибудь базовую мебель бахнул. Все-таки как-то надо еще это пространство украсить. Кстати говоря, если у вас там какой-то мебельный магазин или производство, приму в дар. Приму в дар с удовольствием. Если мебель качественная, с удовольствием подписчикам расскажу. С удовольствием буду говорить, что мебель предоставлена тем-то и тем-то. Как бы абсолютно логично, что если вещи качественные, то люди заинтересуются. Вчера я, соответственно, выпускал выпуск. В нем говорил о том, что я решил зафиксировать Ripple и решил зафиксировать Stellar Lumen, потому что не наблюдал каких-то сверх экстремальных объемов. Импульс на коррекцию мы получили довольно быстро. То есть я на уровне 30 зафиксировался. И сейчас именно в том ключе, в котором я вам говорил вчера, мы с вами получили откат, как минимум, по Ripple это полтора цента плюс-минус. По Stellar Lumen мы опустились до 6 центов и двух десятых. Я его чуть пониже жду. Хотя, с другой стороны, может быть, уже есть скоро смысл его перенабирать. Потому что, ну что, у него поддержка там 5,7. Ради такой небольшой разницы его ждать, не знаю. Я пока жду и перенабирать не планирую. Объясню почему. Несмотря на то, что мы с вами локально уперлись в поддержки, мы уперлись в поддержки несерьезной, среднесрочной поддержки. Например, тот же Ripple это 28 центов. Это среднесрочная поддержка. Более такая серьезная глобальная поддержка. У него находится на уровне 26,5. И здесь стоит в обязательном порядке понимать то, что актив действительно сейчас может туда прийти. Потому что у нас пошла первая волна продаж. И сейчас мы с вами наблюдаем коррекцию. Но, опять же, там не такие большие объемы. И, вероятнее всего, опять на уровень 29-28,5 мы с вами будем возвращаться. Там уже я буду смотреть по покупателю. Что касается ситуации по биткоину. На самом деле, если его смотреть среднесрочной и глобальной, ну толком ничего не происходит. Я как вам обозначал, что он будет корректироваться в уровень плюс-минус 8 тысяч долларов. Так он сейчас на этом уровне и стоит. 8 тысяч долларов сейчас хорошая поддержка. Я хочу обратить ваше внимание, что поддержка хорошая. Но при этом она не глобальная. Глобальная поддержка это там 7800-7600. А сейчас в моменте пока даже нет смысла туда смотреть. Более локально, более среднесрочный биткоин все-таки я жду за уровень 8200. И, вероятно, пойдем на тест 8300. То есть, с текущих уровней все-таки локальную или среднесрочную коррекцию я ожидаю. Также хотел бы обозначить кратко ситуацию по эфиру. Вы должны понимать, что несмотря на то, что мы пошли на ту коррекцию, которую ждали. Посмотрите выпуски. Я не знаю, почему вы все время мне какую-то чушь пишите в комментариях. Посмотрите 2-3 выпуска назад. Я конкретно сказал, что у нас уже движение восходящее подходит к концу. И нам стоит ожидать коррекции. Коррекцию мы с вами получили. И здесь важно понимать, что несмотря на то, что коррекционный канал, он еще толком не закрыт. У нас тоже идет подход к довольно неплохим поддержкам. И, вероятнее всего, более среднесрочный эфириум у нас будет выходить в консолидацию с последующим выходом вверх. То есть, даже набирая сейчас 170-172 доллара, можно вполне сделать локальный трейд на уровень 178-185. Никаких тут проблем абсолютно нет. Вы должны понимать то, что у эфира просто, ну действительно крутые поддержки. На уровне там 160-165. И эти уровни, они определенно будут покупаться. Определенно мы будем от них ловить отскок. Но, сами понимаете, во-первых, массам всегда не дают дойти до обозначенных важных уровней. Во-вторых, в принципе, сейчас покупатель на активе довольно хороший. Поэтому по эфиру я среднесрочно ожидаю отскок за уровень 180 долларов. Сейчас вообще ситуация довольно неплохая. Мы прям отчетливо с вами видим, как у нас объем с битка переливается в альту. И альта действительно показывает, во-первых, признаки жизни, во-вторых, действительно хорошие поддержки, от которых можно реально отталкиваться. Как бы неспроста я правильно прогнозирую, такое количество большое локальных среднесрочных движений верно. Кстати, забавный момент. Мне нравится, что у меня верно, верно, верно. И вот люди, которые там несколько раз видели, когда я там неправильный какой-то давал прогноз, да. Вот они не могут, это же как неправильный прогноз, он же важнее десяти верных. И такие, ну вот да, там локально, среднесрочно ты правильно, а вот глобально ты ошибаешься все время. Блин, это чушь, бред вообще полный. Ни в коем случае не подумайте, что я там как-то себя хочу выгородить. Но вы же видите то, что даже если ты ошибаешься в каких-то одних трейдах, то за счет того, что ты понимаешь рынок, я не про себя говорю. В принципе, если ты разбираешься в рынке, за счет других локальных трейдов, ты можешь все время это наверстать. Неспроста давным-давно придумано выражение «один шаг назад, два шага вперед». Здесь, ну, плюс-минус то же самое. Трейдинг – это не точная наука, здесь нереально все время бить там вот в точку, понимаете. Трейдинг – это не мосты строить. Это просто теория вероятности. Вы должны это прекрасно осознавать и понимать. Просто вероятность одного движения, она выше, чем вероятность другого движения. Но даже если эта вероятность выше, абсолютно, я уже даже молчу, там, на фондовом рынке абсолютно не факт. А на криптовалютном рынке, так вообще уровень манипуляции, он зашкаливает. Кстати, хочу обратить внимание, что давненько у нас уже каких-то таких жестких наколов не было ни на лонги, ни на шарты. И рынок действительно довольно вот хорошо торгуется, я бы сказал, из серии как по книжке. И вот, собственно говоря, о чем я. Вы должны понимать, что здесь, ну, не бывает такого, что ты все время торгуешь, плюс все твои там сделки, они профитные. Нет такого человека, его не будет, потому что это теория вероятности. Потому что здесь масса факторов, гигантское, огромное количество манипуляторов. И прекращайте писать эту глупость, ну, хорош быть стадом, реально. Надо смотреть, как идет трейдер в долгу. Я еще раз говорю, за Хамаху, за Первушина, за Огневого, за всех ребят, за любого вообще говорю. Надо смотреть, как человек торгует в долгу. И очень хорошо, особенно сейчас по Ютубу видно, когда появляются там какие-то каналы, они там что-то попробовали, потыкали, построили из себя гуру. Там через два-три месяца отвалились, там, ну, полгода-год кто-то отваливается. Понимаете, есть там какой-то костяк каналов, костяк людей, которые действительно торгуют и торгуют долго. Ну, поверьте, прикиньте, у вас там какое-то занятие, не знаю, на машине вы там решили машину водить. И вот у вас не получается, у вас там три года вы, блин, в столб врезаетесь. Просто каждый день в столб, в столб, в столб. Да ну нахер, лучше, знаете, Яндекс.Такси взять. Вот, или еще что-то такое. Нет, столько времени невозможно быть, особенно в медиапространстве, особенно с нашим СНГшным менталитетом, и все время там торговать в минуса. Ну, нереально. Просто, действительно, многим довольно сложно понять то, что сделка, которая там сделана полгода, там, больше назад, она может... Ну и, конечно, что могло произойти, разумеется, закончится заряд батареи. Друзья, в общем, я к чему. Поймите, то, что действительно не бывает в трейдинге все время четко. Я к вам сейчас обращаюсь, именно сейчас по этому поводу, потому что, действительно, у меня сейчас там один за другим прогнозы верные. Но есть и будут моменты, когда наколят всех, наколят Васю, Хамаху, Первушина, Огневого, да кому угодно вообще. И не будьте пыдлом, не будьте стадом. Если вы этим занимаетесь, то занимайтесь и осознавайте это, и понимайте. Да, должен отметить, отдать должное то, что таких людей довольно много. Если вы пришли просто показать свою тупость, ну, ваше дело, конечно. Ладно, до следующего выпуска. Лайк, подписка, комментарии. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok